Туристы и горожане, прежде чем отправиться в прогулку по реке в Москве, предпочитают узнавать, на каком морском транспорте лучше это сделать. Рейтинг теплоходов Москвы составлен в соответствии с комфортабельностью для посетителей. Комфорт определяется качеством питания, уровнем сервиса и дизайна. У каждого теплохода есть свои особенности, а также общие черты. В этой статье будет рассмотрено, какие теплоходы ходят по Волге и другим рекам, а также представлен рейтинг лучших водных судов. Обратите внимание, в 2017 году в Москве выпустили в плавание первый теплоход, который ходит и по рекам, и по морям. Называется он «Штандарт». Речные теплоходы России вмещают не более 100 человек. Они располагают красивыми банкетными залами и палубами. Узнать про теплоходы, которые не вошли в данный рейтинг, можно в компании «Инфофлот». В навигации сейчас находятся и новые суды, и построенные еще в СССР. «Император». По качеству обслуживания, питанию и дизайну находятся на первом месте. Это двухпалубное судно красного цвета. У «Императора» большие маневренные возможности к подходу на разных причалах. Это дает возможность арендовать теплоход и заказать его по своему адресу. Внутри располагается большой банкетный зал с баром. По периметру банкетного зала расположены панорамные окна. Дополняется все вкусной едой и просторной палубой. Из минусов можно выделить то, что дизайн и оформление не совсем подходят для крупных торжеств. В Москве есть и другие подобные суды, которые немного отличаются внешне. «Светоч». Этот пассажирский теплоход по оформлению похож на «Император». Здесь тоже присутствуют панорамные окна. Банкетный зал подобного плана, но стиль немного другой. Оформление столиков более дорогое, а интерьер выполнен в древесных тонах. Все это сочетается с хорошим обслуживанием и авторской кухней. Просторная палуба, интересный маршрут. Минус – отсутствие интернета и слабые возможности для подхода к берегу. Парадокс. Это миниатюрный теплоход с одним банкетным залом. Вмещает не более 50 человек. Очень уютный, с красивой палубой. Дизайн выполнен под дерево, внутреннее обустройство напоминает винтаж. Работают официанты, предлагается хорошее меню на выбор для любого праздника. Вкусная качественная еда. Огромный плюс – наличие мангальной зоны. Минус – не всем дизайн придется по душе. Он хоть и праздничный, но не самый комфортный. Пальма де Сочи. В отличие от императора, он является нетипичным теплоходом и напоминает яхту. Здесь есть не просто вкусная еда, а авторская кухня. Посетителям доступна возможность попробовать эксклюзивные блюда. Есть две банкетные зоны. Одна с шикарной мебелью, а вторая выполнена в стиле модерн. Интерьер дополняют современные технологии. Теплоход белого цвета и имеет большие окна. Банкетные зоны выполнены в белых и серых тонах. Размещает до 100 человек. Недостатков у этого теплохода не выявлено. Держава. Самый новый теплоход, построенный в 2015 году. К 2018 году он только набирает свою популярность. Вмещает до 60 человек. Банкетный зал очень просторный, двухэтажная палуба. Официанту разносят свежую вкусную еду. Внутренний дизайн в холодных светлых тонах. Вмещает 40-50 человек. Недостаток – отсутствие бара и некомфортные палубы без мебели. Отрада. Как и «Пальма де Сочи», он больше напоминает яхту класса люкс. Ее часто арендуют для фотосессий и праздников в кругу семьи. Достоинства и отличительные черты заключаются в том, что банкетный зал и зона для отдыха выполнены в стиле Прованс. Вместо стульев стоят большие удобные диваны. На окнах висят шторы, создавая домашнюю атмосферу. Зона отдыха есть и на палубах. Единственный минус – это небольшой размер. Но для маленьких торжеств и любителей спокойных посиделок, отрада подойдет идеально. Чижик. Еще одно прогулочное судно, выполненное в винтажном стиле. Имеет яркое оформление, вместительность – до 100 человек. Недостаток – дизайн нравится не всем отдыхающим, а выбор блюд и закусок маленький. Москва-150 и «Москва-99». Две эти модели являются самыми распространенными среди туристов. Оформление выполнено в голубых тонах. Проект обоих теплоходов не подразумевает наличие каюты Wi-Fi. Чаще всего там проводятся массовые прогулки и мероприятия. «Артурес» – это вместительный теплоход с двумя палубами и огромным банкетным залом. Вместительность – более 100 человек. Интерьер выполнен в белых тонах, в итальянском стиле. Недостаток «Артурса» – высокая стоимость аренды. Рейтинг лучших авиакомпаний мира круизные теплоходы, в отличие от речников, совершают прогулки и по Московской области, объезжая села и небольшие города. «Рэдисон». На первом месте – круизный теплоход «Рэдисон». Имеет оригинальный современный дизайн, огромные панорамные окна и большие размеры. Внутри находится банкетный зал класса «Люкс». Вместимость – до 180 человек. На борту предлагается широкий выбор блюд, пирогов и закусок к фуршетам и банкетам. Недостаток – высокая цена за час аренды. Судно заслуженно занимает первое место в рейтинге речных круизных московских теплоходов. Царица Елена. Двухпалубный лайнер, выполнен в стиле 20-х годов прошлого века. Вместимость – до 120 человек, подходит тем, кто любит отдыхать на свежем воздухе. Очень уютный и доступный по цене. Недостаток – отсутствие интернета и торжественной атмосферы. Похожий теплоход «Русь» круизного флота «Русич». Викинг-Ингвар – один из четырехпалубных теплоходов, ориентированных на осуществление круизов. Взять его в аренду можно не только на один день. На борту все каюты одноярусные, с балконами. Есть красивые банкетные залы и барон. За пару дней здесь можно хорошо отдохнуть, но если находиться здесь дольше, может надоесть. Владимир Маяковский. Второй четырехпалубный теплоход. По описанию похож на «Викинг». Имеет большие размеры кают. Вмещает 286 человек. Праздничная атмосфера на борту отсутствует. Предлагаются скромные маленькие каюты со старой мебелью. Генерал. Это однопалубный теплоход зеленого цвета. Построен более сотни лет назад в Санкт-Петербурге. Здесь есть вместительный банкетный зал с красивым оформлением. На протяжении всего нахождения на судне не покидает ощущение атмосферы царской России. Недостаток. Здесь нет кают. Прогулки предлагаются всего на один день. Его особенность – ходит даже по мели, где не плавают другие теплоходы. Ватутин. Напоминает огромный белый корабль благодаря его форме. Это новый теплоход с четырьмя этажами. В отличие от «Владимира», здесь более просторные и современные каюты. Есть два комфортабельных ресторана с баром и место для проведения небольших концертов и мероприятий. В Санкт-Петербурге ходит очень похожий теплоход «Лунная Соната». «Ривер Палас». Двухпалубный теплоход премиум класса, достойный конкурент в рейтинге. Его вместимость – более 250 человек. Подходит для крупных деловых мероприятий и шикарных свадеб. Имеет красивое современное оформление, окна с подсветкой, поэтому «Ривер Палас» можно отнести к теплоходам класса «Люкс». Из недостатков также можно выделить его цену. Григорий Пирогов – трехпалубный и очень длинный прогулочный корабль. Имеет скромный банкетный зал, кают на судне нет. Вмещает до 200 человек. Недостаток – не совсем подходит для торжественных мероприятий. Построен еще в Советском Союзе. Тимирязев – это старый теплоход, неплохо сохранившийся за многие годы плавания. Три палубы, небольшое число кают, ресторан. Совершает круизы и входит в рейтинг лучших теплоходов по Волге. Князь Юрий. Закрывая десятку, «Князь Юрий» – московский теплоход, построенный почти 50 лет назад. Старенький двухпалубный лайнер эконом-класса. Имеет две палубы, окрашен в красный цвет. Есть скромный ресторан с небольшим выбором блюд. Авторской кухни, интернета и других развлечений на борту нет. Важно, список теплоходов Москвы гораздо больше, в этой статье собраны наиболее популярные и достойные. В представленном рейтинге можно выбрать идеальный вариант для романтической прогулки, выпускного, свадьбы, делового фуршета или круиза. Можно даже найти судно с бассейном. В рейтинге собраны и старые, и новые модели, большие и маленькие, выполненные в разных стилях. Поэтому выбор всегда остается за пассажиром, в зависимости от цели нахождения на судне и финансовых возможностей.